Для меня самое яркое событие этого форума современной журналистки встреча, конечно, с журналистом Иваном Голуновым. Очень достойный молодой человек. Мне очень понравилось, как он рассказывал нам о том, что с ним произошло. Собственно, такие вот неприятные события прошлого года мы все знаем, когда он был ложно обвинен. Но, слава богу, что все сообщество журналистское не оставило эту тему. Собственно, я считаю, что всегда нужно вот так всем журналистам объединяться. Если кто-то попадает в беду, то, собственно, мы сами можем спасать своих коллег. Сегодня мероприятие было посвящено презентации нового правового центра, который учрежден в июле 2020 года. Учредителями является Союз журналистов России. Основной задачей центра является защита интересов рядовых сотрудников, рядовых журналистов и средств массовой информации. На презентации было освещено, каким образом можно связаться с нами, какую помощь центр может оказать. И также была освещена тема, очень достаточно актуальная в настоящее время, это использование фотографий в средствах массовой информации. В этих брошюрах уточнена и подробно описана контактная информация к телефону, адрес электронной почты и наш сайт. Соответственно, через эту контактную информацию любой журналист может связаться из любого уголка России, вне зависимости, как я уже говорила, на лекции от его политических убеждений, религиозных каких-то взглядов, могут обратиться к нам за оказанием юридической квалифицированной помощи. Аудитория очень понравилась. Понятное дело, что в силу обстоятельств людей не так много, но тем не менее они есть. Моя лекция была, в принципе, про работу онлайн-редакции и про главные ошибки, которые совершает редактор, работая в такой редакции. Очень форум, такой вот какой-то, ну не надо, содержательный, на порядок выше, по таким вот моментам ключевым. Очень хорошо понравилась лекция Руслана Новикова. Вот хотелось и поспорить, но больше хотелось послушать. Вот, и ну как бы опыт, конечно, который ты здесь получаешь, это действительно классно. Ну, мне здесь понравилось, в этом году тут были VR-очки. И тут было очень много, как-то сказать, игр, в которых можно, ну, в этих VR-очках посмотреть. Мне больше всего понравилось про Луну, очень понравилось. Ну, в прошлом году тут были всякие вкусняшки и напитки. В этом году их нет, и я возмущена. Уровень энтузиастов. Я понимаю, что примерно у третьего зала есть аккаунты в ТикТоке, но, скорее всего, насколько я опрашивал, высоких результатов пока нет. Я рекомендую всем вернуться к моей презентации, к моей лекции, пересмотреть, внедрить определенные пункты, которые я указывал, и тогда успех неминуем. В этом году на всю Россию приехал Инфорум. Это наш флагманский проект «Союз журналистов России». Мы привезли три инстаграм-блогера, которые рассказывают о том, как работать с контентом и при этом создавать свои информационные продукты. Кроме этого, у нас есть специалист с паблика «Лентач», который рассказывает про мемы. Мы обсуждаем, как создать телеграм-канал и монетизировать его. Многое, конечно, в телеграм зависит от контента, но не нужно забывать про продвижение. На это нужно выделять определенные деньги и нужно выбирать такие каналы для продвижения, которые будут вам давать трафик и дополнительных подписчиков. В телеграме заработать можно тремя способами. Первому – самому предлагать рекламу, продвигать свой телеграм-канал до уровня от тысячи и более подписчиков, когда уже более-менее удобно монетизировать и сами другие каналы к тебе заходят. Ну и третье, конечно же, нанять человека, менеджера, который будет продавать ее за тебя. Редактор субтитров А.Семкин